Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить свежие новости. Россия отказывается поставлять в Швецию сырье, древесину и металлы. В Европе не перестают оказывать влияние на торгово-экономические отношения с Россией и результат не совсем радует владельцев европейских компаний. Вместо того, чтобы принимать чужие правила, в России, наоборот, решили оттеснить европейских управляющих от своих сырьевых рынков. Швеция на себе сполна ощущает новые подходы как со стороны Европы, так и со стороны России. Обеспечивать свое благосостояние за счет российских ресурсов там в прежних объемах уже точно не могут, ведь торговля с этой страной сократилась на 90%. Получается, Россия перестала снабжать Швецию своими недорогими ресурсами. Если посмотреть, что именно Швеция покупала у России, то там привычный набор для любой европейской страны. Топливо и нефтепродукты составляют почти 40%, химическая продукция 38%, металлы 9%, древесина 6%, продовольствие 4% от двухстороннего товароборота. То есть выходит, что Швеции от России нужны были только одни ресурсы, которые они потом перерабатывали и продавали обратно в Россию и в другие страны в виде продукции с высокой добавленной стоимостью. Сальдо складывалось отрицательное. В целом торговля составляла не более 5 миллиардов долларов в год, но потом в Швецию было продано российской продукции всего на 240 миллионов евро. Естественно, шведские товары России не особо нужны, а вот российское сырье для шведской экономики играло довольно важную роль. Если в России с легкостью заменили шведские товары и даже не заметили этого, то для Швеции в вопросе снабжения ресурсами все обстоит гораздо сложнее. Российская древесина, металлы и углеводороды не обеспечивают шведскую промышленность сверхприбылью, а дорогостоящие привозные ресурсы забирают у шведских компаний большую часть финансового дохода. Снабжение Швеции российскими ресурсами, по сути, происходило в основном через прибалтийские и финские порты, но российский транзит в том направлении сошел на нет. А налаживать новые маршруты через Санкт-Петербург и Усть-Лугу, конечно, не так легко для шведских компаний в связи с загруженностью портовых мощностей. Стоит отметить, что сокращение торговли России и Швеции на 90% является самым интенсивным по сравнению с остальным Евросоюзом, который уменьшил закупки российских товаров лишь на 5%. Конечно, отказ России поставлять сырье в Швецию скажется на шведской экономике меньше, чем на финской, но одно можно сказать точно – если они за все эти десятилетия смогли газифицировать страну всего на 1%, то в будущем наращивать этот показатель будет очень сложно. В Финляндии показали куда большую снисходительность, обеспечив страну газификации всего на 3% за всю историю, а в России на сегодня газификация 72% и в 2030 году составит 83%. Россия отказывается принимать чужие правила и просто перестала поставлять свои ресурсы в Швецию, Финляндию и другие страны, которые не отвечают российским требованиям о свободной торговле. Однако, если учесть, что Швеция покупала у России лишь одно сырье, то можно сделать вывод, что снабжать ископаемыми Швецию российские компании больше не собираются. Чем меньше недорогих ресурсов, тем больше проблем в экономике. Ставьте лайк, если тоже считаете, что европейская промышленность без российского сырья не может быть прежней. Российский запрет поставок электричества в Финляндию уже дает результаты. За счет России Финляндия больше не может обеспечивать свою экономику и энергетику не только ресурсами и древесиной, но и электроэнергией, которую получала как за счет недорогого российского газа. Так и путем прямых поставок по электропорам. Ситуация интересна тем, что Финляндия покупала электричество у Интерраа, но оплаты за израсходованные объемы на счета не поступало, причинам якобы платежи не пропускали. Видимо, в Финляндии рассчитывали, что Россия будет экспортировать электричество несмотря на задолженность, по примеру Молдавии, которая пару лет не платила Газпрому и вдруг получила потом двойную сумму ко плате. Но в России перестали демонстрировать необыкновенную щедрость кому попало, за свой счет снабжать граждан чужой страны, это конечно смешно и рубильник был перекрыт без всякого сожаления. В России не намерены обеспечивать чужие недружественные страны, тем более бесплатно. Ну и каков же результат новой российской политики, как она отразилась на финской экономике и владельцах домохозяйств? Болтовня о том, что в Финляндии все отапливают дома электричеством, это довольно смелое заявление, ведь чтобы отдать за полное отопление дома 800-1000 евро в месяц, нужно хорошо зарабатывать. А в Финляндии с этим вопросом все довольно печально, зато много леса. Я вижу, что в Финляндии и в Европе не принято заботиться о населении, центрального отопления в северной стране практически нет, до сих пор в основном используют дрова, уголь, мазут и валежник. Да что там говорить, даже в Швеции газификация всего 1%, а в Норвегии вообще газификация смешные 0,5%. Зато цены на электричество просто удивительно высокие. В России газификация более 72%, такие показатели богатым европейцам даже не снились, это вызывает конечно большую зависть. Отапливать квартиру электричеством финам тоже достаточно дорого, уходит примерно 600-700 евро в месяц, если конечно они хотят, чтобы дома было тепло, как например в России, но это мало кому по карману. Поэтому температуру там стараются поддерживать в пределах 13-16 градусов, чтобы меньше платить за баснословно дорогую электроэнергию. Посчитайте зимнюю цену 25 центов за киловатт, подставьте в свою платежку и будете ошеломлены тем, насколько электричество у финнов дорогое. Смешная болтовня про то, что они лучше нас живут, это не более чем смехотворное заблуждение, пообщайтесь на форумах с людьми, которые там находятся и они быстро собьют оптимизм на этот счет до нуля. Вот такие вот результаты того, что российский недорогой газ и электричество больше туда не поступают, мне одному кажется, что это заслуженная награда за такое отношение к двухсторонним торгово-экономическим отношениям, а ведь раньше там все нормально было. Пока в России строятся тысячи заводов, я не слышал, чтобы в Финляндии построили что-то более или менее стоящее. Но самое смешное, там есть такое понятие, как биоогурцы, которые стоят 16 евро за килограмм 1-7 тысяч рублей, но впрочем всегда можно купить обычные огурцы за 7 евро 609 рублей. Речь идет о местной произведенной продукции. Зарубежные фирмы, работающие по проекту Сахалин-2, сперва не поверили, что в России им запретили работать под прежним статусом и обязали зарегистрировать компании в нашей стране. Ведь по новым законам операторами нефтегазовых проектов могут выступать только российские организации. Безраздельно управлять российскими недрами иностранцам неожиданно запретили, хотя еще со времен СССР зарубежные экономики обогащались и строили свое благосостояние за счет российских ресурсов. Россия сегодня меняет эти устоявшиеся правила, делая данную схему достоянием истории. Кто только не зарабатывал на российских недрах в этом проекте. Британская Shell, японская Mitsubishi и Mitsui и другие, и даже нидерландская компания Switzer-Sahalin, ведь существовала система привлечения к работе иностранных подрядчиков, которые покупали исключительно иностранное оборудование специально, чтобы не развивать российскую производственную промышленность. Конечно, ни в Европе, ни в США не ожидали такого решения. Казалось бы, российские месторождения были у них в руках, а теперь их заставили отдать акции и диктуют российские правила, которые уже никогда не принесут иностранцам той бесконечной финансовой прибыли, что у них была совсем недавно. Проект «Сахалин-2» – это тот самый проект, который предполагал раздельную добычу, по которому «Газпром» был обязан покупать российский газ, добытый иностранцами на наших месторождениях. Но продавали они, конечно, не все, часть увозили себе совершенно за бесценок, пользуясь не совсем справедливыми положениями прежнего договора. Я, конечно, понимаю, что новое решение сильно ударило по иностранным финансовым интересам, но у нас теперь это мало кого волнует, а те функционеры, которые обеспечивали присутствие иностранных компаний в таких проектах, больше не имеют прежнего влияния и их давно уже отодвинули от дел, забрав все возможности. Когда некоторые страны начали экономическое давление, в ход пошли любые способы, в том числе попытки оказать влияние на производственную деятельность с целью создания колоссальных убытков. Например, нидерландская компания Свизер Сахалин, которая оформила договор фрахта буксиров и получила за это деньги, вдруг решила самовольно истолковать договорные обязательства и попыталась создать сложности в производственном процессе путем вывода из работы четырех буксирных судов, однако незамедлительный ответ их очень сильно огорчил. Вместо того, чтобы предоставить нидерландской фирме право самовольно трактовать контракт фрахта и принимать любые решения вразрез с договоренностями, в России принудительно обязали эту компанию следовать пунктам, под которыми они подписались. А чтобы у Свизер Сахалин не возникало такого желания впредь, по остановлениям суда по запросу Сахалин и Нерджи наложен арест на четыре буксира. Иностранная приставка Свизер в их названиях не помогла избежать подобной участи. Кстати, данная компания входит в структуру крупнейшего контейнерного перевозчика Майерс. Суть российских претензий довольно проста. Нидерландская компания прислала уведомление о выходе из проекта, и это бы принесло огромные финансовые потери из-за срыва сроков реализации работ по обслуживанию. Они нарушили договор фрахта и собирались покинуть наши воды. Да вот только никто никакие воды им не разрешил покинуть, на суда наложен арест и они будут работать до тех пор, пока не выполнят свой договор, а потом их придется продать для того, чтобы компенсировать убытки наших компаний, которая несколько дней не могла осуществлять определенные действия на ряде объектов.